Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, всем доброе утро, Ботертов, Ботертов, хелло, бонжур, как дела, так, кто в эфире, мы сейчас проводим, как вы видите, уже сейчас из моего кабинета переехала Мараша уже окончательно, уехала куда-то далеко от центра, дальше от центра, ну дальше стало на километры, далеко, вот, и значит, будет сейчас урок здесь, как хорошо, когда есть интернет, вот я думал, да, что это уникальная сейчас вообще обстановка, когда можно, сидя в любом месте, передавать на весь мир, и все понятно, ну то есть это такие чудеса чудес, то есть каждый раз не устаю удивляться, в какую эпоху чудес мы живем, ну это просто нереально, это я помню, когда вот здесь, в Тиеве, я бегал на почтах, чтобы позвонить в Харьков, это нужно было идти, там кабинка такая была, заказывать, и ты сидишь, значит, ждешь, чтобы по телефону поговорить, нужно было заказывать разговор, а сейчас человек может лететь в самолете и беседовать по телефону, это вообще, ну представьте, летит он в самолете и беседует, как это вообще? Хорошо, дорогие друзья, все, но как бы ни менялась технология, люди остаются прежними, как говорится, что 3000 лет назад мучались, что сейчас мучаются, да, что он в самолете летит за деньгами, что он на Ослид ехал за деньгами, и в принципе темы остались одни и те же, то есть внутренняя начинка человека, она не меняется, и намерения, качества, мысли, то, за чем человек бежит, не меняется, то есть все как, что, ну да, или там про Ослид, раньше человек стремился, думал, вот мечтал он, куплю Ослика вначале, потом коня, потом быка, все, а другой вообще, ну мы сейчас живем все это в лучшее время, потому что раньше, если человек попадал в рабство, например, все, была кастовая система такая, то есть ты не мог, у тебя не была свобода передвижения между слоями, то есть единственное, у кого всегда была эта свобода передвижения, это было в еврейском народе, почему? Потому что написано, что есть три короны, три короны, есть корона царская, это дом царя Давида, есть корона, есть корона коинства, это коина, это потомки Аарона, коина, если все, уже кто потомки, потомки, не потомки, не потомки, единственный, кто стал коином, священником, который не был из, он тоже был из потомков Аарона, это был Пинхас, но именно когда назначили, кто будет священником, сказали Аарон, его сыновья и сыновья сыновей, которые потом родятся, А Пинкас уже к этому времени был рожден, то есть он был внуком Аарона, и он не попал в этот перечень. И только за единственный раз, когда включили в Коинство, это его включил Бог за поступок и индивидуальным таким приказом. Священником стать нельзя в еврейском народе, но написано, есть корона выше всего. Выше всего какая корона? Это корона Торы. Корона Торы. Есть еще шамтовы, это хорошее имя, это отдельно идет, но именно корона Торы, стать мудрецом Торы, и в еврейском народе всегда считалось самым пиковым таким вот успехом, там любые самые богатые люди, они старались выдать дочку замуж за мудреца Торы, за Талмитка Хама. То есть они готовы на все были идти, то есть тот, кто добился материального успеха, он хотел и духовного успеха. И он для этого, у него было, или он как делал, делал договоренность, это называлось, как Иссахар и Звулун, было два колена, в котором Звулун, он был торговцем, и Сахар был мудрецом Торы. И Иссахар, он сидел, разряжена у тебя батарея, сейчас сядет, написано. Иссахар, он сидел и учил Тору, а Звулун его содержал. И богатые люди, они устраивали себе обязательно бет-медраж, дом учения, там, или у себя в доме, или содержали, и они давали деньги на Ишивы, чтобы, ну, как бы, они своими деньгами давали жизни кровь тем, кто учил Тору. Или вы давали дочку за Талмит Хакамы, но при этом все равно они сами должны были учиться тоже обязательно. Вот, так что корона Торы доступна всем, и мы сейчас как раз учим Тору, чтобы постичь вот эту мудрость, да. Причем, что интересно, даже те, кто принимали иудаизм, геры, да, те, которые приходили с других народов, они могли стать самыми крутыми мудрецами в еврейском народе. Были Шмай и Автальон, он был, они оба были принявшие иудаизм, и они были главы еврейского народа в одном из поколений, они были, один был на сет, другой глава раввинского суда, всего народа Израиля. Хорошо, так что, так как у нас ученая ценится больше всего, продолжаем учиться. Мы уже закончили 26 глав с Божьей помощью, и сейчас переходим в 27 глава. Очень практично, когда-то она очень сильно на меня повлияла, вообще на мою жизнь, бизнес-жизнь, и очень мне сильно помогла. Это глава, 27 глава, прямо она мне дала бизнес-прорыв такой, да. Значит, написано здесь так, альтит алель бьем махар, килоты да майелет йон. Значит, дословно переводится так, альтит алель, не прославляйся, не хвастайся завтрашним днем. Килоты да майелет йон, что ты не знаешь, что родит йон, день следующий. Значит, раньше у меня было, как, вот завтра, значит, там, вот сейчас договорились уже, вот то, вот все. В общем, я все время прославлялся завтрашним, ну, как бы надеялся на то, что завтра будет хорошо, и всем об этом рассказывал, да. Но очень много вещей, которые я себе задумывал, что они сбудутся, они не сбывались. То есть, прям реально, и я узнал, как Торо к этому относится. Первое, здесь прямой указ, царь Соломон Мадреш из людей говорит, не прославляйся завтрашним днем, ты не знаешь, что будет завтра. То есть, объясняет Малбим, что, что Багаим, это, ну, раздачи, да, там, ущербы, они постоянно рождаются, каждую минуту. То есть, мир каждую минуту приходит какой-то дурак с ломом, ну, грубо говоря, да, который вообще неадекват. Да, и вроде бы все нормально, даже сейчас написал книжку об этом, черный лебед назвал книжку, Нисим Талиб. Это экономист один, который из этого вывел целую теорию, что постоянно рождаются вот эти необычные черные лебеди, которые рушат все схемы, все расчеты. И вроде вот Лемон Бразерс, они сто лет почти, они были самый крутой инвестиционный дом, а потом бах, и обанкротились, да. Да, и, ну, человек не знает, что будет завтра, и он на этом вывел экономическую теорию, что реальностью управляют эти черные лебеди, которые подкрадываются незаметно в остальные дни. Было-было нормально, потом бах, кризис, и никто его не знал. Пока то не случился, никто не знал. Теперь, значит, ну, лично в твоей жизни, как оно работает, если ты прославляешься завтрашним днем, то ты попадаешь в две ловушки. Первое, ты не знаешь, что будет, и ты, как бы, ну, чисто в пустую гоняешь ветер. Второе, если не произошло то, что ты планировал, то тогда это подрывает к тебе доверие со стороны других людей, и ты тоже сам, как бы, подрываешься в своем доверии к себе же. Третье, это Айнара, злой глаз, то есть прямо Тора нас учит, что когда ты рассказываешь свою идею, которая еще не случилась, то она очень уязвима, даже от мыслей других людей. То есть она настолько еще произвела в мире нежное изменение, изменения-то и нет еще, ты просто, как бы, думаешь, что оно будет, это как зеленый росточек. И на него, на это изменение, так как этот росточек вырос у тебя в голове, и ты там что-то мутишь, складываешь и надеешься и так далее, но ты по большому счету строишь некую иллюзию у себя в голове, которую ты хотел бы, чтобы она стала реальностью. Но пока она еще иллюзия, так как это завтра. И в этот момент, если вокруг есть люди, а вокруг людей большинство обломщики, негативщики и зла, так сказать, со злым глазом, то они могут эту твою конструкцию струбить своим же. Они такие же люди, у тебя сила творения только в позитив, а у них сила творения в негатив, сила разрушения. Поэтому нам сказал царь Соломон, не хвались завтрашним днем, ты не знаешь, что он родит, поэтому лучше не хвалиться, да, то есть лучше вообще, а завтра не говорить. Безрадошем, с Божьей помощью, если Бог захочет, то есть, ну, смысл. Вот у меня недавно было тоже, я там одну договорился с одним человеком, да, всем рассказал, оно вроде бы уже как бы начало двигаться и двигаться, а потом этот человек меня подвел. Ну, например, я, значит, оп, и отменяю все это. Но, получается, те люди, которые уже услышали, они, кому я сделал ущерб, себе сделал ущерб, то есть, я, ну, понятно, да, идея? То есть, это очень-очень такая часто случающаяся история. Оптимизм, это же хорошо. Будучи арабельки, вы говорите, жене, если кокошник подарю золотой. Он, значит, жене, то, что он жене обещал, и там приводит вопрос, что он говорил, я, если, когда я стану богатым, если я стану богатым, я подарю тебе золотой кокошник, так он формулировал. А если он, если бы он говорил, я точно знаю, у меня уже все на мази, мне уже там обещали завтра деньги принести, все принесут, и он этим прохвастался бы, то тогда здесь говорится, так делать нельзя, не хвастайся. И второй вопрос, мы уже учили в Мишле, что если ты рассказываешь просто, то это вредит. Если ты рассказываешь тем людям, которые могут тебе помочь, написано, как бы, чем больше советников, тем эта вещь укрепится. Я помню, как дословно отрывок звучит, но там написано так, что, типа, не рассказывай, что будет завтра, но когда много советников, это, мол, помогает. То есть одно дело, когда ты рассказываешь, там, хвастаешься перед руки, да, вот, круто, там, мы скоро переедем, руки, там, все такое, знаешь. А другое дело, когда ты советуешься с руки, как правильно переехать, чтобы было лучше мараше. То есть это разные вещи. И опять же, если ты советуешься с ней, которая заинтересована в твоем успехе, так тогда она своей мыслью, она укрепит твою мысль. То есть она добавит, то есть ты создаешь какую-то некую идею, ты берешь человека, которому эта же идея выгодна, советник твой, ну, там, и так далее. И он говорит, смотри, то есть ты с ним объединяешься, как бы, в одну, то есть уже, если два человека объединили свой потенциал мыслительный, то вы вдвоем уже строите будущее. Вопрос, с кем ты советуешься? Но в любом случае не хвастаться. Не хвастаться, альтит аллель бьем махар. Не хвастайся завтрашним днем, что ты не знаешь, что в нем будет. Это первое, что я когда-то выучил, и перестал хвастаться завтрашними достижениями. Второе, то, что очень мне сильно помогло. И аллелеха зар в лопиха. Пусть тебя прославляют, и аллелеха, это как, пусть, ну, прославляют. Аллилуйя, это, типа, слав, ну, прославляйся, да? И аллелуха зар в лопиха, пусть тебя прославляют чужие и не твой род, но хри тоже чужой в альс фасеха и не твои уста. То есть, раньше я любил, как бы, про себя рассказать, что вот, хвастался, там, я, это самое, ну, то есть, я, как бы, от себя мог, ну, считается, как, а что я должен скрывать, да, если я, там, что-то знаю, или что-то умею. А как ты себя продашь, да, так нас учили. То есть, и я, значит, пытался себя сам продавать. Пока не прочитал этот отрывок, и здесь написано, что пусть чужие тебя прославляют. Вот видите, на стене висит, это мне YouTube сказал, что я молодец, да, 100 тысяч подписчиков, они мне прислали эту штуку. То есть, это не я на стенку ее повесил. Повесил-то я, но это не то, что я говорю, что у меня самый крутой YouTube канал, а это мне YouTube сказал, что я уже, у меня серебряная кнопка, все. Все, это, значит, диплом почетного профессора бизнес-школы Синердия, то есть, эта бизнес-школа Синердия мне дала, они меня, как бы, своими, ну, своими, там, с номером, ректор, там, проректор, все эти штуки, то есть, они мне сказали, что я профессор. Когда я про себя рассказываю, я прям фотографию показываю, вот, что сказала Мэрилен Аткинсон обо мне, вот, что сказал, там, такой-то обо мне, да. То есть, я, как бы, человек скромный, но, как бы, вот, они так, это вот, как раз из этого отрывка я выучил, что пусть тебя прославляют чужие и не твой род, ты сам не должен себя прославлять, но хри чужой и не твои уста. Это есть, когда мы перед Беркат Амазоном, мы говорим Шерамалот. Вот Шерамалот, это один из псалмов царя Давида, где он, ну, там, как бы, очень важный псалом, он должен был, кстати, стать дивным Израилем, а с одним только голосом он проиграл песню Атиква, вот эта надежда. Там есть такие слова, что «Аз йомру гоем», народы мира. Тогда скажут народы мира, «Иггдель ашем ла асот и мэлу», «Велитие дела Бог сделал с этими». И тогда мы скажем, «О, велитие дела Бог сделал с нами». «Иггдель ашем ла асот и та иману», «Почему», кстати, интересно, там есть ответ, «Почему Бог сделал велитие дела с нами», «Аину с мэхим». Были мы веселые, потому что, да, прям конкретный ответ. То есть скажут народы, «Велитие дела Бог сделал с ними», мы скажем, «Да, действительно, велитие дела Бог сделал с нами», а потом, «Почему» были мы веселые, веселились. Теперь, как еще это применяется? «Пусть тебя прославляют чужие, не твой род, чужестранец и не твои уста». Значит, здесь есть еще один интересный момент такой, написано в Пертей Абот, что «человек, что руаха бреет ноаха и мэна, руаха маком ноаха и мэна». То есть человек, что люди им довольны, Бог им доволен. И поэтому Раббан Йоханнан Бен Закай, вот мы про него вспоминали в прошлом уроке, написано про него в Талмуде, что не было ни одного человека на рынке, то есть простые люди, который бы успел ему первое сказать здрасте. Он со всеми здоровался первым. То есть он всегда успевал каждому улыбнуться, сказать здрасте, был вежливый. Ну, то есть совершенно, ну, то есть это очень важно. Как к тебе относятся люди, так к тебе относится Бог. Люди тебя прославляют, у тебя будет почет. Есть известная история, как, в Туре тоже есть такое выражение, что, значит, «а рудеф ахарей кавод», тот, кто гонится за почетом, кавод бурея к мэмену, то есть почет от него убегает. Тот, кто гонится за славой, почет, слава от него убегает. И тот, кто убегает от славы, слава гонится за ним. Прямо это очень, тоже, это как раз иллюстрация вот этого. То есть те люди, которые лезут вперед, хвастаются, я, 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 все над ними смеются. Ага, типа, вот это, ну, то есть они реально над ними смеются. Когда человек реально, у него есть почет, уже есть чем гордиться, он, наоборот, пытается от этого уйти и двигаться дальше. Все вот эти вот артисты, актеры, там они, темные очки, скрываются, а папарацци за ними гонятся. А те, которые, наоборот, еще не достигли какого-то уровня, они, наоборот, бегают за папарацци, но сфотографированы меня, мол, сфотографированы. Понятно, да, идея? Значит, ну, еврейский, как бы, подход изучения, да, как-то один приехал к Хапецхайму задать вопрос. Хапецхайм был такой великим мудрец, и он ему говорит, вот смотрите, говорит, написано, что тот, кто убегает от кого-то, от почета, почет за ним гонится. А говорит, я уже много лет убегаю от почета, но что-то он за мной не гонится. То есть, объясните. А он говорит, Хапецхайм, есть уже про Хапецхайм, он говорит, ты просто от него убегаешь, но все время смотришь, где он. Так ты к нему лицом все время, да, поэтому, то есть, ты как бы убегаешь, но по факту ты за ним гонишься. Потому что тебе все время интересно, ну, где же он, когда же он меня догонит. И вторая известная история тоже об этом, как жил один человек, и он, наоборот, вот искренне убегал от почета. То есть, он на все вопросы отвечал, я не знаю, был такой вежливый, и сидел, учился спокойно себе, сидел в синагодии, учился. И, значит, ему задавали вопросы, он всегда говорил, я не знаю, спросите у кого-нибудь, вот кто умнее меня там. А сам сидел и учился. И пошел слушать, что он все знает, просто он скрытый праведник, один из 36 скрытых праведников, за слугу которых существует мир. Значит, люди начали к нему ходить, тогда просить благословения. Говорят, ладно, ты уже не говоришь, ну, там, мы знаем, что ты мудрец, ты же все время сидишь, учишься. Но ты же никому на вопросы не отвечаешь, значит, ты праведник. То есть, ты раз так убегаешь от почета, то ты скромный, а она, значит, у тебя сильное благословение. Он говорит, я не праведник, ну, зачем вы так про меня, я не праведник. Он реально говорит, я просто сижу, учусь, все. В общем, слух пошел, что он праведник, чудотворец, вообще, что он, знаете, как люди. В общем, и прямо его замучили. Не давали ему шагу пройти, уже экскурсии начали ливодить, на него показывали. Он советовался, встретил своего друга и говорит, знаешь, говорит, я попал в сложную ситуацию такую, я спокойно сижу и учусь. А пошел слух, что я праведник, чудотворец и там, не тхахам мудрец, я все это скрываю. И люди просто за мной толпами ходят, просят. Он говорит, друг, да, говорит, смотри, как работает, что тот, кто убегает от почета, почет за ним гонится. Говорит, тогда я тебе советую выйти в синагоге в субботу и скажи прямо перед всем, я не праведник, я не садик, что все, и хватит ко мне ходить. Тот говорит, ну, хороший совет, попробуем. Он выходит в субботу, там полный зал народа. Он говорит, вы знаете, я хочу сказать вам правду, вот честно, открыто перед всеми, что я не цадик, я не праведник, я не мудрец, я не просто, я простой человек, и, пожалуйста, ко мне не ходите. Тут произошла какая-то ошибка. Он говорит, я не знаю зачем. Значит, через некоторое время они с другом встречаются, тот спрашивает, ну, как вам могло? Он говорит, ты что, говорит, вообще, что ты мне насоветовал? Сейчас ко мне начали ездить с других городов, там все, экскурсии водят, что вот это, говорят, вот это уровень, когда за человеком ему все хотят почет оказывать, а он, наоборот, от него убегает. Это вообще такая скромность, что такого после Машей Рабегу был, я уже на втором месте у них в рейтинге, да? Значит, друг говорит, так, понятно, значит, у меня есть другой совет тебе, говорит, наоборот, выйдите, значит, в синагоге и скажи, я знаю весь Талмуд, я цадик, я праведник, я, значит, ходите ко мне только с вопросами, хочу стать равом города, хочу стать главным раввином Украины, Белоруссии, России, Европы, мира, значит, все. То есть, именно, давай наоборот сделаем, что погонись за почетом, и тогда почет начнет от тебя убегать. Тот говорит, ты знаешь, говорит, совет хороший, но я не могу его принять. Тот говорит, почему? Он говорит, смотри, ну я хоть и не праведник, но я же и не обманщик, я же не могу сказать, что я все знал, если я ничего не знаю. Ну я простой человек, я не обманщик, поэтому так, в общем, он и остался, скрытым праведником, ходили экскурсии. Значит, это нам два этих отрывка очень сильно сформировали мой подход вообще к почету, то есть, если быть скромным и не хвалиться завтрашним днем, и если быть скромным и позволять другим, чтобы тебя не прославляли, но самому не прославлять, а наоборот убегать от этого, это работает лучше, чем если ты делаешь наоборот, понятно, то есть, это факт, проверено, проверено. Так что, Жора, давай скрываться и пиши сам про себя рецензию от третьего лица. То есть, пиши себе комментарии с разных аккаунтов, с другого имейла, с другого аккаунта, да. То есть, это если ты уже делаешь как-то пиар, то это нужно, чтобы тебя со стороны хвалили, а не ты сам. А ты убегай, одень темные очки и начни так скрываться. Выходишь из подъезда, типа, перестаньте меня, Рути, перестаньте меня фотографировать. Да, я тебя не фотографировал, а не ты меня фотографировал. Хорошо. Значит, третий отрывок. Третий отрывок, он уходит с этой темы и переходит на тему внутреннего содержания человека. Говорится так. Ковет эвен венетель ахоль, векас эвиль ковет мишнеем. Значит, тяжел камень и тяжел песок. А гнев грешника, он тяжелее, чем они оба. И песок, и камень. Значит, давайте разберемся тогда, что такое гнев. Что такое гнев, да. Написано в Торе, что АКС Белебот тот, кто гневается в сердце своем, как будто бы служит идолом. И это очень страшная вещь, гнев, потому что гнев, он, если говорить по Торе, да, то что такое гнев? Да, что такое гнев? Сейчас. Это, вон, стучит. Значит, что такое гнев, если говорить по Торе? Гнев по Торе это не удовольствие тем, что реальностью. А кто дает реальность? Бог дает реальность. То есть, когда ты гневаешься, то ты, как бы, внутри настолько не согласен с тем, что происходит, что у тебя просто это несогласие вызывает взрыв внутри, ярости и так далее. Или раздражение. То есть, раздражение – это маленький гнев. Жалоба – это еще меньше гнев. Жалоба – это тоже гнев, только задавление. О, типа, опять, опять дождь. А вот опять дождь, типа. Это ты на кого жалуешься? Кто Бог дождь сделал? Это Бог сделал дождь. То есть, ты вообще против кого? Ну, как бы, опять дождь. А можно раздражиться? Вот этот дождь меня достал вообще, достал меня этот дождь. Можно разгневаться? Да сколько можно вообще этот дождь вообще? Это дождь достал меня, этот дождь вообще, да? Это дождь меня достал. Это как бы понятно, да? То есть это разные степени гнева. Теперь, в любом случае, человек, который гневается на реальность, он гневается на создателя реальности. А кто создатель реальности, это Бог. А кто гневается, это гневается моё эго, которое не согласно с тем, что происходит. Понятно, это природа гнева. Теперь, почему написано, что тяжёлый камень и тяжёлый песок, а гнев грешника, он тяжелее, чем анеома. Камень, он реально тяжёлый. То есть, когда ты берёшь камень, то ты его чувствуешь в руке. Пока ты его держишь, он тяжёл. Как ты его поставил, он не тяжёл. Песок, то же самое. То есть, ты поднимаешь песок, он тяжёлый. Опустил песок, он лёгкий. Ну, то есть, его нет уже. То есть, физическая реальность, она длится мгновение, и с ней ты можешь жить. То есть, человек так устроен, мудро запрограммирован, что даже боль, она в какой-то момент блокируется рецепторами в организме, и начинает выделяться морфийно-обезболивающий. То есть, есть порог боли, за которым она отключается. Ну, то есть, боль – это тоже сигнальный момент, который сигнализирует человеку, то есть, для его же добра. Если бы не было боли, человек бы ломал руку и не знал бы, что он сломал руку. У человека внутри, там, болезнь развивается, а он не знает, что он болен. И боль – это, в принципе, тоже сигнал для того, чтобы с этим что-то сделать. И получается, что физическая реальность, она настолько сиюминутная, и она настолько не тяжела по факту, что, ну, там, поднял, опустил, и где бы человек ни был, у него вот этот вот момент тяжело-легко, он все время меняется. То есть, сколько бы у него не было денег, все равно ему, то ему, он сидит отдыхает, то он встал работать. Кушать, в принципе, от, скажем так, удовольствие от еды совершенно не зависит от количества денег, которое есть у человека, которое он заплатил за еду. Потому что если голодный человек, он, там, побегал и поголодал, там, ну, 5 часов, да, и после этого он берет любую, свежий хлеб, например, да, ну, именно свежий хлеб, там, или он берет какую-то свежую, там, малину или яблоко, или я не знаю что. То есть, его удовольствие, оно будет больше, чем у человека, который сожрал только что, там, все, нажрался, и потом он говорит, ну, еще дайте мне вина, там, за 40 тысяч долларов, да, бутылку, или, там, виски за 5 тысяч долларов. А он, ну, то есть, это мне рассказывал, рассказывал, там, один богатый очень человек, как они пили вино, там, за 20 тысяч долларов, ну, они вино уже пили после водки, коньяка, там, виски, и, там, ну, за очень дорого вино и жрали тушенку из банки руками. Ну, это, там, миллиардеры и мультимиллионеры. Вот мы напухались, так, на футболе, и вот мы, значит, пили вино, уже открыли, там, какие-то вина и жрали сгущенку руками из банки. То есть, что имеется в виду? Физическая реальность, она для всех одинакова, и она, у человека есть определенные, как сказать, ни больше, ни меньше, в момент физической реальности, вот в эту секунду, пропускная способность получать удовольствие или получать страдания, она у всех одинакова. И она не отличается у богатых, у бедных, у знаменитых, у незнаменитых, она абсолютно одинакова. То есть, поднял тяжесть – тяжело, опустил камень – легко, поднял песок – тяжело, опустил – легко, все. Теперь, а почему гнев грешника тяжелее, чем оба эти штуде? Значит, грешник, он, чем отличается от верующего? Верующий человек, он говорит, все от бога, все для моего добра, все для моего добра. То есть, если мне сейчас тяжело, значит, бог меня любит, хочет мне добра. Если Йосифа посадили на 10 лет в тюрьму, он говорит богу спасибо, значит, что-то ты для меня приготовил хорошее. Или в этой жизни, или в следующей, ну, точно, я знаю, что ты меня любишь, и все будет хорошо. То есть, верующий человек, у него, в принципе, все хорошо, если он по-настоящему верующий. Все от бога, все спасибо, значит, будет хорошо, он в этом уверен. Теперь Эвиль – это грешник по скептик. Он говорит, слушай, бога нет, а почему мне плохо, что мне плохо, где мне плохо, зачем мне это делать? У него нет ответа на этот вопрос. То есть, стать религиозным человеком называется «ляхзор бычува», вернуться к возвращению, на заводские установки. Все у тебя в жизни просто. Есть хозяин мира, он этот мир создал, люди там все напридумывали, навыдумывали. То есть, все вот эти вот проблемы, которые есть у мира, это следствие того, что бог дал человеку возможность сотворять. Он сделал человека по своему образу и подобию. И сказал человеку, вот тебе мир, играйся. Но, значит, если ты играешься, а я тебе даю ответ на твои игры. То есть, если ты играешься в рамках заповеди, тогда ответом будет рай, удовольствие и счастье. Если ты выходишь из этого поля и начинаешь строить свои там игры какие-то, ну, то, что называется грех, ответом будет боль, страдание, которое, опять же, тебя все равно очистит и спасет, чтобы я, я-то мир создал для тебя, все равно у тебя в итоге будет все хорошо. Но ты можешь к этому хорошо прийти или путем жизни, путем заповеди, путем добра, или ты к этому хорошо придешь путем страдания. То есть, вариантов все равно нету, хорошо ты придешь по-любому. Это позиция религиозного человека. Нерелигиозный человек, у него этого ничего нету. И он называется, когда религиозность становится нерелигиозным, это называется вернуться к вопросу. Он опять и вылит от слова улая, у него все может быть. И когда ему, этому улаю, этому скептику, ему что-то не нравится, то у него начинается гнев. А гнев это не такая простая штука, как камень. Камень ты поднял, опустил, все. Гнев, который в тебе появился, он живет в тебе. Он в момент, когда он в тебе появился, он меняет твою биохимию и становится, иммунитет пропадает, он становится болезнями на физическом уровне. Он проникает, то, что написано в живот, в хадере и бетен, он проникает в тело. Гнев на уровне коммуникации рушит отношения твои с другими людьми. Конкретно рушит отношения с людьми. И мало этого, ты в гневе, тебе не понравилось то, что ты говоришь, Жора, из шапка твоя вообще достала меня. А Жора взял и засадил стулом по голове. И все в ответ. Вот тебе и погневался, называется, да? Лежит человек потом в больнице и говорит, зачем я этого Жору позвал. Ну, например. То есть гнев, он рушит человека внутри. Он рушит его отношения с людьми. И он рушит отношения человека с Богом, потому что огневающийся в сердце, как служит идолам. И потом Бог перестает его любить. На то время, пока он гневается. То есть все мера за меру. Ты недоволен Богом, Бог недоволен тобой. Вот это почему гнев тяжелее, чем камень, и тяжелее, чем песок. И как только человек понимает, что любой гнев – это выдуманная им же самим история. Как и его жалобы, выдуманные им же самим история. Как и его недовольство, выдуманные им же самим история. И как только он это понимает, ну, когда, еще раз, когда он уже в гневе, он понять не может. Потому что он уже создал внутри себя новую физическую реальность. Гнев и любая эмоция – это уже энергетическая, физическая реальность. Которая потом переходит в тело, и тело становится соответствующим. Если это переходит в окружающий мир через слова, то окружающий мир поджигается, как мы учили в предыдущей главе. И в итоге Бог человеком недоволен, и у человека раздача всякие. То есть, в гневающийся человек, его жизнь страшна. Все, дорогие друзья, давайте сделаем выводы. Первое, мы сегодня изучили про природу славы. Очень много классно, что не надо себя прославлять, нужно, чтобы тебя прославляли другие. Чтобы тебя прославляли другие, тоже мы учили впервые, а вот, что кто уважаемый, уважающий других. То есть, если ты прославляешь других, мера, что человек меряет, меряет ему. Поэтому вы можете прославлять портал ВАИКРА, вы можете именно писать хорошие отзывы, делиться этим уроком. Это очень хорошо и полезно. И мы вас уважаем в ответ еще сильнее. То есть, все, кто нас уважают, мы уважаем. Как написано в Перке вот, что кто уважаемый, уважающий других, и как Бог говорил, михабдай эхабет. Те, которые меня уважают, это Бог говорил, почитают. Я буду тоже почитать. То есть, эта система работает во все стороны. И после этого мы изучили, наоборот, обратная сторона почета – это гнев. Гнев – это недовольство Богом, недовольство человеком, недовольство жизнью, недовольство иногда собой. Иногда люди на себя гневаются. Знаешь, такие действия красавцы, которые, они просто даже на себя гневаются. А ты кто? Ну, то есть, ты сам же на себя гневаешься. Что за бред? Понятно, да? Все, дорогие друзья. Удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, ваши выводы. И делимся… О, сегодня 32 минуты получился урок длинный такой. Делимся этим хорошим уроком. Все. Этим нет. Хорошим – это Итан сказал, что очень был хороший урок. Все. Удачи. Жду ваши отзывы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok